И всем привет, друзья, с вами Картофан, и сегодня у нас еще одна карта от подписчика, где он построил игровой автомат, и который сегодня мы даже вместе с вами усовершенствуем. Поэтому сегодня будет очень интересная серия, но перед началом просмотра обязательно подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий, и просто обязательно нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видосики, причем которые выходят каждый день. Это уже стоит того, чтобы подписаться. Но мы начинаем. Так, появился, значит, где-то вот здесь два пультика, и также книжонка, а это сам автомат, который сегодня мы будем усовершенствовать. Давайте зачтем книжку. Привет, Картофан, я воссоздал кран-машину в Майнкрафте с помощью мода Create. Строил карту 1, ник Ryzen 3 RTX 3080 Ti, оставь ссылку на карту. Хорошо, оставлю, хочу посмотреть, как его доделывают. Например, сделать систему применения монеток. Сегодня мы, кстати, даже его немножко усовершенствуем, ну или точнее, даже внесем некоторые идеи, при помощи которых вы сможете сделать какой-нибудь очень крутой автомат. Хотел сделать кран-машину на механических прошеях, поршнях, наверное, но сделал на портальном кране, так будет реалистично. Есть баг, встань посередине камня и не бери книгу. Для обучения нажми, хорошо нажимаем. Жми, повернись. Так, подождите, повернись, повернись, жми, жми, жми. Бак. Когда выдвинута или выдвигается лебедка, нельзя двигать кран. Ломается я, хз, как починить. И еще нельзя одновременно двигать оба крана. П-с-х-з, это хочу знать. Хорошо. Повернулся, о, а что это такое? А что это такое? Это сам механизм, что ли? Хорошо, это, видимо, оно выдвигается от, как раз таки, данного Redstone компаратора. Оно, смотрите, оп-оп-оп, и да, смотрите, вот тогда вот уезжает прямо под землю. Хорошо, а что это такое? Как этим пользоваться? Интересно, здесь у нас кран, который, в принципе, как будто бы оно-то и не нужно. Ну, смотрите, оно не имеет связи никакой, здесь вообще клей какой-то, как будто модов, что ли, нету. Хотя, вроде бы, у меня все моды и так стоят. Ладно, я не знаю, короче, что это такое, поэтому давайте смотреть на сам механизм. И его даже усовершенствуем. Так, нам, значит, нужно будет взять вот такой вот пультик, пультик, давайте его возьмем. Так, смотрим, здесь какие кнопки вперед, о, даже все кнопки, вот это да. Ну что же, давайте тогда поместимся куда-нибудь прямо в самый разгар событий вот сюда и посмотрим, как оно двигается. Нажимаем, значит, вперед. Оно двигается вот сюда вправо, причем очень медленно, слушайте, очень медленно. Ну, ладно, давайте тогда так, стоп, оно не фиксируется еще, а как фиксировать? А если нажимаю вниз, тогда оно ничего, а если сюда, то ничего, а если сюда, то ничего. Слушайте, мне кажется, оно еще может и ломаться, поэтому надо быть очень осторожным. Вот, смотрите, направо нажимаю, и там работает эта вот присоска. Здесь также приемщик, а почему? А чего? А вот здесь, кстати, что-то есть. Это, видимо, какие-то условия для того, чтобы работало именно так, как должно работать. Ладно, хорошо, тогда не будем сюда лезть. И посмотрим, если нажмем на shift. Ничего не работает. На пробел тоже ничего не работает, хотя должно что-то работать. Опять же, посмотрим, здесь у нас магма и также моторчик. Вниз. А, вот, смотри, теперь вниз у нас так работает. А если до этого бы нажал? Нет, так же. Отлично. Так, я понял. Так, как двигаться теперь сюда? Короче, а вот это я не знаю. Это очень сложно, непонятно. Какое-то управление, честно, оно реально очень-очень непонятное. Я так понял, что он как-то, ну, у него, скорее всего, работает это дело, но мы не понимаем, как он работает. Я хочу все-таки сделать ухват. Смотрите, здесь у нас ухват такой-то, какой-то, ну, обыкновенно совершенно неинтересный. А я бы хотел сделать такой механический ухват, который реально хватал бы блоки. И, причем, знаете, было бы как-то, ну, более-менее реалистично, что ли. И давайте сейчас попробуем что-нибудь такое намутить. Для этого давайте выберем какие-нибудь компоненты, которые нам вообще здесь понадобятся. Во-первых, это, конечно, блок-липучка. Это будет нашей основой, которой будет вообще все хватать. Но, я знаю, что я хочу сделать. Я хочу сделать, чтобы у нас были реально такие вот пальцы. То есть, четыре пальца. Так сказать, лишняя такая, которая у нас на конце содержала блок-липучку, конечно же. Но так сама по себе, типа, двигалась. И будто бы реально хватало какие-то блоки. Поэтому давайте это сейчас реализуем. Для этого нам понадобится, естественно, секвенсер. Нам понадобится секвенсер. И еще нам нужны будут механические вращатели. Вот такие вот. Вращать будем где-то, наверное, на 90 градусов или около того. Я это все буду делать как прототип. И поэтому, наверное, где-нибудь в сторонке. Так, да. Давайте, короче, начнем. А далее уже посмотрим. Сделаю это все дело на высоте. И смотрите. Нам, во-первых, что нужно делать? Нужно, чтобы эти пальцы как-то двигались. Допустим, пальцы, которые будут здесь находиться. Давайте, кстати, даже сразу же построим, что ли. А для этого нам понадобится, допустим, лейное шасси. Возьмем также вторичное, чтобы у нас был, так сказать, разгул для полета. И вот так у нас будет огромный палец. Да, вот у нас раз палец готов. Но, кстати, при том, при всем, смотрите, что важно сделать. Это вот сюда поставить липучку. Сюда мы ставим ее также на клей. Потому что здесь у нас будет находиться блок, которым будем как раз-таки хватать. Хотя, знаете, что можно, наверное, сделать немножко по-другому. Чтобы у нас эта липучка находилась, наверное, вот здесь. Вот, смотрите. Сейчас мы здесь сделаем клей. Вот сюда мы ее ставим. Так, нет. Вот эту липучку. А здесь мы оставим так, чтобы просто было линейное шасси. То есть, чтобы оно как бы так расходилось. А здесь у нас хваталось, типа, этой крышней. Да, наверное, так будет более реалистично. Все. Так, этот блок мы пока же сломаем. И теперь здесь так же сломаем. А вот здесь нужно будет теперь поставить механический вращатель. Он будет вращать у нас. Получается, что на 90 градусов вот так вот. Хорошо. Здесь у нас будет вот так. Соответственно. И, в общем-то, делаем так с других сторон. Отлично. Так. И мы будем подавать, значит, сигнал. Сигнал у нас будет желательно подаваться как-нибудь сверху. Поэтому сделаем здесь следующее. Это поставим суперклей. Кстати, вот интересный вопрос. А может быть лучше здесь все равно клей поставить? Да, давайте лучше поставим. Перестрахуемся. И поставим здесь еще вот так вот. Потом здесь также клей. И здесь вертикальную коробку передач, чтобы подавать сверху уже весь сигнал. Вот как-то вот так у нас пока что получается. Теперь нужно будет поставить последовательные передатчики. Вот такие вот. И нужно будет, причем, знаете, как сделать? Чтобы они еще и возвращали эти клешни. Хм, это интересная задача, кстати. Ли вы знаете, что мы можем сделать? Мы можем сделать очень хитро. Мы можем вообще воспользоваться просто временем. То есть здесь секвенсер нам не понадобится. Будем действовать относительно времени. Значит, ставлю сюда, наверное, сначала реверсивный. И сверху сцепление. А сцепление, кстати, можно вообще будет сделать, по сути-то, запитку от одной штучки. Но давайте сейчас заморачиваться, наверное, не будем этим. Потому что иначе реально будет сложноватенько. Кстати, забыл клеить. Это очень важно. Так, ставим сюда передатчик. И также ставим все это дело на сцепление. Так, это нужно будет сделать все единым, так сказать, механизмом. Поэтому сделаем, допустим, давайте чистоту суперклея. Так, ну что же, по сути-то осталось сделать только за мозгами. Все остальное есть. Кстати, также надо будет сюда поставить. Давайте сразу же организуем это дело. Оп, сюда ставим, значит, оп, вот так вот. Рыстовый передатчик. И еще вот сюда вот рыстовый передатчик. Так, ну, во-первых, я сделал там скорость 1. И поэтому давайте посмотрим просто, куда у нас все это дело двигается. Ой, оно... Оно, походу, дело... Так, о боже, о боже, о боже. Там что-то у нас трясется и все ломается. А почему? Теперь как у нас раз... Так, разводится. Здесь разводится. Почему другие не работают, я сейчас не знаю. Нам, короче, нужно сделать захват данных вот штукенций намного меньше. На единичку. Ну, ладно, давайте попробуем сейчас это сделать. Надеюсь, что сейчас все получится. Иначе, честно, я пока что даже не вижу причин, почему это может у нас как-то плохо работать. Так, ну что же, еще один тест. Да. Да. Все работает. Так, вот, короче, подача есть. Я, честно, сомневаюсь, что сейчас у нас все получится. Потому что здесь надо делать, по сути-то, функцию рычага, наверное. Короче, давайте так. Вы сами все это доделать. Я вам, короче, вот сказал сделать такую вот руку-клюшню. Не знаю, как хотите. Называйте, чтобы она ухватывала. И чтобы все это дело, как минимум, работало вот здесь вот. Не двигаясь. Ну, и потом, конечно, в перспективе, чтобы она все это двигалась так по осям. И, грубо говоря, был такой огромный автомат. И кто сделает такую штукенцию, я просто обязательно сделаю обзор на его карту. Если, конечно, уже он скинет. И тогда, я не знаю, похвалю. Короче, ты будешь реально просто огромным молодец. Мне кажется, это очень будет крутое изобретение и классное. Ну, а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И также просто обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ежедневные видосики. Также, если у тебя есть какая-нибудь карта, если ты вообще хочешь, может быть, эту карту доделать, тогда доделаю, конечно же. А может быть, есть какая-то своя карта, свои какие-то механизмы. То обязательно все это дело присылайте на почту. Если что, то почта есть в описании канала и также в описании под видео. И, возможно, именно твоя карта попадет в следующий видосик. Всем удачи и всем пока.